В Екатеринбурге в 2 часа ночи на улице живописца Репина, ровно между Екатеринбургским Централом и Центральным Стадионом, нарисовалась картина Репина «Приплыли», как говорили во времена нашего славного советского детства. Декорация такая. По Репе в сторону Малышева катилась деонексия, пилотируемая нашвыренным водилой, и, судя по акровавленной недопитой бутылке в салоне, накидался рулевой коньячилой. В 2 часа ночи Репина, как видно, широка, равна, пряма, глотка, освещена, ну, в общем, идеальные условия для ездьбы. Но что-то пошло не так. Видимо, коньяк, як конь, подскочил в голову, и део-вод потерял управление. Причем случилось это равнехонько напротив главного входа в СИЗО номер 1. Неизвестно, сидел ли раньше в этом узилище пилот Нексии, или только собирался. А у нас от тюрьмы не зарекаются. Ну и к тому же пьяный за рулем преступник. Короче, возле Екатеринбургского Централа Нексию, как на магниченую, резко всосала вправо, то есть в сторону Централа, а там бордюра поребрик, столб и забор. Ну и девушка все эти препятствия последовательно собрала. На бордюре подпрыгнула, влетела в столб, содрала с него живьем кожу и разнесла в труху 4 элемента металлического ограждения. После чего технично встала на уши возле знака «Движение запрещено». Всем, кроме машин ГУФСИН. Ну тут как бы все логично. Раз движение запрещено, то Нексия и решила лежать лапками в небо и не двигаться. Набуханный пилот при ударах отвердые стационарные предметы и кувырок на 180, как видно, разбил лицо, но что для него важно, не сломал ни голову, ни шею, ни бутылку коньяка, упавшую на потолок. И самостоятельно, благополучно эвакуировался на свежий ночной воздух. Сбегать не стал. Дождался и гаишников, и скорую. От госпитализации отказался. Отправ и 30 тысяч рублей тоже. Вот тот минимум неприятностей, который может случиться с ухарем-бухарем на пустой дороге. Отскочил только лишь правами и баблом, потому что никого не убил. А если бы ночной пешеход или встречная машина, хлоп, и жизнь дала трещину. Немного, погодя, привезут клиента в СИЗО, он такой, оба нах, до боли знакомые ворота.